Безличные предложения Безличные предложения – это односоставные предложения со сказуемым глаголом в форме третьего лица единственного числа в настоящем и будущем времени или в форме среднего рода в прошедшем времени, например, светало. Бабушке сегодня не здоровилось. Сказуемое в безличном предложении выражается следующими способами – в качестве простого глагольного сказуемого. Первый. Безличным глаголом на дворе темнеет. Мне говорилось особенно легко перед такой публикой. Второй. Безличной формой личного глагола. В полях пахнет цветами. Третий. Безличной формой глагола быть в отрицательных предложениях словом нет. Сегодня не было так жарко, как вчера. У меня нет настроения. Четвертый. Неопределенной формой глагола. Деревни совсем не видать, затем холмом. К вечеру быть дождю. В качестве составного сказуемого. Первый. Составное глагольное сказуемое выражается безличным вспомогательным глаголом и неопределенной формой глагола. Перед дорогой стоит присесть. Второй. Составное глагольное сказуемое выражается категорией состояния и неопределенной формой глагола. хорошо сидеть на песке около моря. Третий. Составное именное сказуемое выражается глаголом-связкой в безличной форме и именной частью, категорией состояния или кратким страдательным причастием в среднего рода. В этот день было очень шумно. Все семейство накормлено. Примечание. При категории состояния и кратком причастии в прошедшем и будущем времени употребляется глагол-связка-быть в безличной форме. Приятно было с вами познакомиться. Грустно будет расставаться. В настоящем времени связка не употребляется. Нулевая. Безличные предложения разнообразны не только по своей форме, но и по значению. Часто они сообщают о различных состояниях природы или людей и животных. Например, на улице холодно. Мне холодно. В последнем случае в предложении бывает дополнение в форме дательного падежа, указывающее, кто именно испытывает то или иное состояние. Подведем итог. Типы односоставных предложений с главным членом сказуемым. 1. Определенно личные. Сказуемое может быть выражено глаголом в форме первого или второго лица в единственном или во множественном числе. 2. Неопределенно личные. Сказуемое выражено глаголом в форме третьего лица, множественного числа или формой прошедшего времени во множественном числе. 3. Безличные. Сказуемое выражено глаголом в форме третьего лица единственного числа или формой среднего рода в единственном числе. 3. Безличные. Сказуемое. Продолжение следует. Продолжение следует...